Когда в середине нулевых в России грозой криминального мира были дукалис, рогов и плахов, в Англии этот пост занимал местный подкачанный мужичок Джеймс, которого директриса британской контрразведки с псевдонимом М. Матушка заприметила в фитнес-клубе и взяла к себе на работу после сдачи всех боевых нормативов в Call of Duty, потому что серьезность к работе в МИ-6 точно такая же, как у Тони Старка при создании искусственного интеллекта Альтрон. И когда Джеймс дал непростой госэкзамен и получил лицензию официально убивать людей, лишь бы любимая Англия спала спокойно, его стали отправлять на подобные задания по всему миру. Хотя такого мачо с такими габаритами любая бы директриса взяла к себе секретарем, чтобы он ей с утра завтрак в постель носил, в полдень дымоход прочищал, а ночью в роли медбрата измерял давление. И когда Бонд добавил себе в копилку второго фрага, его отправляют на первое серьезное задание – задержать одного подрывника, чтобы тот сдал весь свой бандитский синдикат. И Бонд единственный в МИ-6, которого нашли не за гаражами. Напарник на ровном месте палится на важнейшие операции. Перестань трогать свое ухо. Еще и прогуливал тренировки спецагентов, как чимошник теряет равновесие и теряет бандоса, что заставляет старшего показать, как надо работать. Если хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам. Но из-за того, что Бонд не смотрел фильмы «Ямакаси» и «Тринадцатый район» и не в курсах за паркур, приходится искать на стройке бесхозный трактор с ключами в зажигании, еще и с бронированными стеклами. И очень не вовремя у него отказывает память, раз решил превратить бандоса в фарш, когда минуту назад… «Спрячь пушку, Картер, он мне нужен живым». Ну а бандос от страха ловит приступ голливудской шизофрении, и вместо того, чтобы бежать вниз, рванул как можно выше, даже не попытавшись скрыться внутри здания. А когда этажи закончились, давай пачкать своими потными лапами подъемный кран. Бонд без инстинкта самосохранения за ним, еще и так спокойно встает, будто точно знает, что у бандоса закончились патроны и нет запасного магазина. И очень интересно, как он планировал вырубить террора на стреле крана, а потом спускать его для допроса, когда, набивая ему морду, мог легко отправить его, проверять силу притяжения. Хотя мог просто дождаться, пока он слезет вниз крана, где поймал бы его с напарником. А теперь приходится фигачить постройки и надеяться, что от родителей достались гены прочных костей, и надеяться, что в старости от таких кульбитов не вылезет грыжа в позвоночнике. Да, почему нужно всегда так заморачиваться? А чтобы не было заморочек, Бонду не хватает крутого конструктора Мазабрик. Мазабрик – это бесконечный фотоконструктор, где из маленьких элементов конструктора пяти градаций цветов можно собрать любое фото в стиле пиксель-арт, а когда надоест, разобрать и собрать любое другое. Плюс уже появился цветной Мазабрик в бежевой палитре цветов. В нем сразу шесть цветов. Плюс можно использовать черный цвет основы, как седьмой цвет. Также можно докупить стильную рамку, которая дополнит картину. Не знаете, что подарить близким на праздники? Так лучше подарка не придумать, ведь конструктор Мазабрик подходит для всех возрастов и любого пола. Очень крутой подарок, так как он универсален, и собрать можно любое фото, то дарить можно кому угодно. Для удобства в комплекте уже имеются все необходимые элементы для сборки. Не нужно отправлять фото дизайнерам и ждать, когда подготовят фото. Покупаешь, заходишь на сайт, загружаешь фото, выбираешь понравившийся макет, тут же получаешь на почту инструкцию по сборке, либо приступаешь к сборке по интерактивной инструкции на сайте. Мазабрик можно собирать как одному, так и в компании. Так что бежим в описание под видео, заказывай Мазабрик по ссылке, и применяй мой промокод, по которому вы получите скидку в 20%. И благодаря тому, что Бонд выпендривался в одиночку, и не координировал напарника, чтобы он шел на перерез Бондосу, тот сбегает и укрывается в родном посольстве. Самый лучший из лучших сэр. Отличник. И Бонд не придумал ничего лучше, чем пойти в одного на штурм посольства, забыв, что на нем нет манти-невидимки. И он не сможет незаметно вывести Бондоса из-под глаз десятков военных. Еще и не знает, что если куда-то проникаешь, где тебя могут застрелить, то лучше вырубить всех противников, чтобы они не подняли тревогу. И как мог Бонд быть таким идиотом? Ну хоть подстраховался и купил в премиум-магазине буст-врага ТУП, благодаря которому с десяток военных стали стрелять будто холостыми. А когда пошли в атаку, побросали автоматы, чтобы дать англичанину себя отмудохать. И хрен знает, как Бонд дожил до своих лет. Раз даже не знает, что если тебя преследует взвод вооруженных солдат, не нужно выходить на большое пространство, чтобы не оказаться в западне. Но благо буст-врага ТУП еще действует и хитро-чпокнутым бессмысленным маневром дурит военных и вторым пекалем валит Бондоса и взрывает газ, чтобы незаметно свалить, что в реальности закончилось бы для него пулей в лоб и похоронами в цинковом гробу. И когда Бонд провалил операцию, еще и уничтожил посольство в чужой стране, за что должен был полгода просить прощения у матушки песнями Михайлова, он решил вломиться в ее дом, чтобы через ее суперкомпьютер выяснить, с какой точки мира Бондос получил сообщение на свой мобильник, о чем даже не сообщил начальнице, решив расследовать все в одиночку без ресурсов целой разведслужбы. Вот это я понимаю. Смелый мужик. Да он просто уебок задроченный. Ну а у матушки под старость поехала крыша, обнаружила в доме Бонда, куда она его не приглашала, и лишь вынесла ему устный выговор и отпустила домой. В нашей работе необходимы ум и логика, а без этих качеств вы всего лишь машина для убийства. Когда его тут же должны были арестовать и отправить на допрос в фильтрационный лагерь, директор контрразведки даже не заподозрила, что Бонда могли перекупить другое государство и что он сливает с ее компоразведданные. Ха-ха-ха-ха, тупая бабища. И так как комп матушки показал, что сообщник шоколада тусуется на Багамах, 007 отправляется туда за свой счет без оплаты командировочных, и чтобы получить доступ к записям камеры отеля, использует одноразовый буст пива Стрэнджа, благодаря которому видит все варианты развития будущего. Поэтому притворившись парковщиком и легким ДТП провоцирует абсолютно всю охрану сбежаться на парковку, чтобы он спокойно мог посмотреть записи с камер. И благодаря чистому везению, сообщник именно под камерами отеля отправил СМС подрывнику, что сходится по времени с получением СМС, и Бонд, зайдя в базу данных Ми-6, сразу же палится начальству. Он на Багамах. Он зашел на наш закрытый веб-сайт под вашим именем и паролем. И все, что матушка сделала, положила на это болт. Ей вообще до фонаря, что ее агент охотится за международным бандитом по своей личной инициативе. Да в реальности такого агента за такую самодеятельность уже бы вывезли в багажнике в лес. И узнав в компьютере, что бандос мало времени уделяет красотке Милфи жене, Бонд начинает действовать. Ведь первая заповедь разведчика гласит, все, чего хочет неудовлетворенная женщина за 30, это провести ночь с брутальным жеребцом, который только что бы играл ее мужа в покер, выиграл его тачку. И по такому случаю, женщина обязательно сболтнет нужную информацию. Тут и к гадалке ходить не надо. И через 10 минут, дама в красном уже проверяет, поместится ли ее подбородок у Бонда в пупок. Глядите все, как это надо делать. Но снова пруха. Именно в эту минуту рогатый муженек уведомляет жену, что выезжает на дело передать бомбу новому террористу. И так как для Бонда карьера на первом месте, он бросает уже разогретую печку и уезжает на сверхурочные. Блин, вечно он весь кайф ломает. Согласен? Кайф лом! И дамочек соблазнять у него получается лучше, чем за кем-то следить, когда сам критиковал напарника за плохую маскировку. Перестань трогать свое ухо. Что-что? Даже не попытался смешаться с толпой или хотя бы надеть камуфляж от Стива Роджерса, когда пару часов назад засветил Бондосу свой фейс во всей красе и сперва палит себя, а потом и дает подойти к себе с ножом на расстоянии вытянутого члена. Хорошо, что Бонд любит не только женщин, но и лысого погонять, из-за чего быстрые руки помогают не получить дырку в спине, а примененный детский фокус «Эй, гляди, птичка!» делает женщину в красном вдовой и пока разбирался с муженьком профукал исполнителя теракта. Но благо у всех Бондосов в телефоне контакты сообщников подписаны одним именем и звякнув на знакомый контакт с мобилой муженька определяет козла на улице. И даже когда Бондос зашел в аэропорт и может быть смертником, Бонд просто следит за ним, а не поднял кипиш и не сдал его охране. И снова лупится на Бондоса во все шары, снова палится и вообще теряет его из вида. Просто лучший агент. Увольте! Увольте этого слизня! Если бы не снова везение, Бонд провалил бы очередное задание. Ведь пока Бондос цеплял бомбочку на бензовоз, лучший агент подмечает, что лежащий без сознания человек на взлетной полосе это как-то подозрительно и мчит на проверку. Врубает турбонадув и благодаря тренированным ладоням цепляется за бензовоз. А добравшись до кабины, начинает отхватывать, будто он не суперподготовленный агент, а алкаш со свалки. Причем Бондос еще одной рукой рулит. Надо же! Да вы слабак! Но благодаря тому, что Бонд отхватил пропиздонов и вылетел из салона, обнаруживает на бензовозе взрыв-брелок и вместо того, чтобы просто сбросить взрывное устройство, снимает его и вешает на Бондоса перед тем, как тот катапультируется. И когда лучший агент останавливает бензовоз и попадает в крепкие объятия полицейских, давай давить лыбу от своей крутизны, как он развел террора. Красавчик Бонд избавился от подозреваемого, который мог сдать всю группировку, если бы он выкинул бомбу на дорогу и объяснил полицейским, кто он и что бы он того мудилу хорошо бы тоже задержать. И когда взрыв самолета не состоялся, банкир криминального мира Лёлик Лешифор, потерявший на этом 100 миллионов чужих бандитских денег, организует покерный турнир, чтобы вернуть деньги. И зная, что Бонд завсегдатый гость онлайн-казино, матушка отправляет его, чтобы он ободрал Лёлика до последних трусов. И Лёлик из-за невозможности вернуть долг 100 лямов сдастся в Ми-6. Только пенсионерка не подумала, что у Лёлика может быть личный остров, на котором спрятано 100 лямов налички, где он проживет остаток дней в безопасности. И если Ми-6 отслеживает его местоположение, раз узнали о турнире, почему его просто не арестуют и не выяснят нужные данные, красноречивым методом засунув в тиски его и по дороге в Черногории Бонд знакомится с сотрудницей казначейства Веспер, которая будет его финансировать. 10 миллионов на вашем счету в Черногории. Еще 5 добавлю я, если сочту, что дело того стоит. Ну и так как бабла завались, красивая дама рядом, Бонд сразу же расслабляется и по приезду на турнир даже не парится и перед всеми бандитами представляется своим настоящим именем. Ваше имя, сэр? Джеймс Бонд. Но смотрите на фамилию Бич. Добро пожаловать, мистер Бич. Или вы Бонд? Я слегка запутался. Короче, он пиздобол. И начинается игра для богатого биомусора, который вместо того, чтобы вкладывать деньги в приюты для котиков, проигрывает их в казино. Каждый из вас предварительно внес 10 миллионов. Ни хуй! Я себе сколько? И вот о чем это говорит. В городе полно избалованных придурков, которым некуда деньги девать. И проанализировав своим шаловливым глазом поведение лёлика, Бонд понимает, как его обыграть. Ну что ж, я его прочел. У него нервный тик, когда он блефует. Но так как Веспер завербована мистером Вайтом, который работает на тайный преступный синдикат Спектр и представляет интересы или шифра, Веспер передает наблюдение Бонда Вайту, а тут сразу предупредил Одноглазого, чтобы он использовал свой тик, чтобы обмануть и обыграть Бонда. Так не честно. Кругом одни уроды. И поиграв в картишки 4 часа, участники идут наперекур, а к лёлику нагрянули африканские террористы спросить за свои слитые бабки на фондовом рынке. Думал, можешь проиграть такие деньги, и никто не заметит? Заметили. Но Лёлик оказывается мастером сложных переговоров и все порешал, сказав, что как только выиграет в карты, вернет долг, плюс бонусом за доставленные неудобства окажет персональную услугу. Я тебе лично сделаю бесплатный минет. И ушли бы африканцы довольными, предвкушая английский отсос, но Бонд на пустом месте провоцирует потасовку. Вместо того, чтобы свалить по лестнице, давай играть в любовь с ног до головы обвешанный аппаратурой, чем и агреть на себя африканцев. Но благодаря тому, что Бонд прокачал удар царя Леонида, он отправляет первого дятла в свободный полет. А любителю мачета наводит марафет на таблоиде и проводит персональный массаж в передней части шеи, на которой у главы афротеррора оказалась непереносимость. Он нахуй умер. И когда в отеле устроили разборку в стиле 90-х, никто даже не вызвал полицию. А связной просто подкинул трупы случайному бедолаге и на этом вопрос решился. Сказка, что ли? И с полной уверенностью, что Лелик сейчас останется дураком, Бонд возвращается на игру, где кроме него и Лелика очень удачно никто не умеет играть. Вас двое, джентльмены. И зная, что тик Лелика это к блефу, Бонд идет ва-банк. Принял. Да только Лелик, предупрежденный мистером Уайтом, разыгрывает на ебочку и выигрывает все бюджетные бабки Бонда. Каре на валетах. Мсье Лешифер выиграл. Ебаный рот этого казино, блять. И когда Веспер отказалась дать еще пять мультов на игру, Я не могу их дать, Джеймс. тут же узнается, по какому принципу проводилась психическая профпригодность Бонда Потому что после отказа Веспер ему настолько срывает крышу, что он решает убить Лелика, когда у него приказ оставить его без денег. Поэтому должен был просто позвонить матушке и попросить ее надавить на Веспер, чтобы она дала ему деньги. Везет, что одним из игроков оказывается ЦРУшник, тоже с интересами на Лелика. Я дам деньги, чтобы вы играли дальше. На условии. Если вы играете, клиент заберет ЦРУ. Да жили, теперь и ЦРУ не знают, что если тебе нужно узнать от определенного субъекта информацию, нужно лишь похитить его и положить в кипящую фритюрницу его яйца. И глянув на Ютубе пару роликов от школьников, как правильно играть в покер, Бонд повышает свой скилл и собирает хорошую руку, благодаря чему оставляет Лелика без последних трусов. Докуплен флэш-рояль. Мсье Бонд выиграл. Да, чувак попал. Тебе пи***ц, братишка. И чтобы не оказаться заживо закопанным в могиле, Лелик похищает Веспер, чтобы с ее помощью выманить Бонда и выбить из-за того, что у Бонда работает лишь нижний мозг, он бросился за своей крошкой, низвякнув гайцам, чтобы на похитителей устроили облаву. И план Лелика гениальный. Положить Веспер на дорогу в надежде, что у Бонда отличное зрение и реакция. Только не подумал, что после подобного перевертыша он окажется в морге, а он следом за ним, так как порой для банковского депозита знает только Бонд, так как Бонд по выходным принимает джакузи из крови Святого Доминика. Тяжелую аварию переносит лишь легкой потерей сознания. И Лелик привозит его на свою базу, где подготовил для него орлиное гнездышко, чтобы провести ему кулинарный урок, как правильно готовить яйца в смятку. Больно, наверное. Стой, стой. И судя по тому, что Бонд просит добавки, ужасно чешутся, почеши. он либо мазохист, либо у него настоящие Но очень вовремя, как премия перед тусовкой, приходит мистер Уайт и валит Люлика за то, что крестья отничал. Но другие подельники Люлика похитили любовника Веспер и шантажом заставляют ее украсть деньги у Бонда. Благо суперагент, доверчивый мальчик и выдал Веспер пароль от банковского счета. И ваш пароль, ты его знаешь? Откуда я могу его знать? В-Е-С-П-Е-Р Веспер тоже не лучше, когда видела, что Бонд крошит самых опасных говнюков, как делать нечего. Вместо того, чтобы предавать его и похищать деньги, могла просто попросить его помочь освободить ее парня. И если она так любит своего любовничка, что не побоялась кинуть агентство британской разведки, зачем неделю напролет куролесила с Бондом на курортах, а не сразу перевела деньги мафии, чтобы они отпустили ее парня. Пойди пойми этих баб. И только Бонд начал радоваться, что вот та самая жизнь, о которой он мечтал и даже пишет заявление на увольнение, как Веспер прощается с ним и уходит в банк, оставив его наедине с мыслями, что он лох, как их поискать. Мистер Мендель, мне что-то не получить доступ к счету. А все перевели на другой счет, указанный вашей фирмой, мистер Бонд. И в эту минуту кто-то снимает всю сумму. Это написано на твоей роже, лох. И как мог Бонд быть таким идиотом? Особенно, когда у него нарастало сексуальное возбуждение, сознание, как правило, сужается. И воспользовавшись услугами лучшей разведки в мире, Бонд быстро находит Веспер, которая, оказывается, училась в Хогвартсе и с помощью заклинания неизмеримого расширения вместила в маленький чемодан 120 миллионов долларов, которые еще и весят больше тонны. Ну а Бонд снова решил бессмысленно погеройствовать. Видит, что Веспер встречается с явно не представителями фирмы Арифлейм и вызвал сюда спецназ, чтобы бессмысленно не рисковать в перестрелке. Еще и наблюдал за встречей, будто он невидимый, из-за чего в который раз снова себя палит. Опять? Опять все через жопу. И прямо тут бы была его конечная станция по маршруту жизни, если бы за плечами у стрелков был бы хотя бы игровой опыт в Баттлфилд. А эти, как на тестовом полигоне, чисто расстреливают бетон. Тебе бы штурмовиком быть. А когда все укрылись в здании, Бонд решил в одиночку провернуть миссию по спасению Веспер вместо того, чтобы вызвать спецназ. И мало того, что как какой-то дилетант встал у деревянной двери, даже не подумав, что его сейчас с той стороны превратят в решето, еще и разносит понтоны, удерживающие здания. Ведь одной проблемы в виде толпы вооруженных мудаков Бонду мало. Лучше еще отвлекаться на разрушающиеся здания. Ну и чтобы еще потом получить пропиздонов от матушки за то, что за своей шизофренией затопил здание. И даже когда он увидел, что его девочку заперли в лифте, продолжил расстреливать понтоны, из-за чего здание уже конкретно пошло на дно. И когда лучших агентов не учат таскать с собой запасные магазины, Бонду приходится выйти против вооруженных горилл с подручными стройматериалами. Да и разрушающееся здание как может помогает англичанину. И когда все говнюки выстроены в очередь к небесным вратам, Бонд добирается до Веспер, которая не подписала контракт на сиквелы и решила выпилиться из жизни. Вообще без причины. Запирает себя на второй замок и уходит под воду. И когда Бонд все же взломал лифт, вода в легких Веспер не позволяет завести ее мотор. И вот вызвал бы Бонд спецназ, была бы его девочка жива. А если серьезно, зачем Веспер решила покончить с собой, когда должна была думать о том, как спасти своего парня? Ведь деньги утонули, его теперь никто не отпустит. Ну а матушка снова забыла принять таблетки. Тут ее агент просрал 120 миллионов, допустил, чтобы его обманул человек, работающий на мафию. Она лишь объяснила, почему Веспер его предала. У нее был любовник, алжирец. Его похитили люди, стоявшие за Лешифром. Угрожали убить, если девушка не станет на них работать. Хотя после такого прокола любого агента минимум бы упрятали лет на 10 в Аскабан. А этот продолжил работать еще и по тому же делу. Ведь у матушки даже мысли не возникло. Что Бонда давно переманила Веспер своим пирожком и бабки они вместе попилили. Но Бонду, конечно, верят на слово и оставляют дальше работать и высчитывать зарплаты 120 миллионов. Из-за чего Бонд решает отомстить мафии за то, что ему придется 20 жизней отрабатывать такие бабки. Благо Веспер успела оставить ему номерок главаря и впервые в своей жизни он не убивает Бондоса, а ранит его, чтобы отвести на допрос. Меня зовут Бонд. Джеймис Бонд. Че ты выебуешься? Че ты себе цену набиваешь? Субтитры сделал DimaTorzok